Привет, друзья! Вы на канале IT-муравейник. Здесь мы учимся программировать на Common Lisp. И сегодня я собрался сделать видео специально для новичков. Я постараюсь рассказать и показать, как я разбираюсь в коде чужих библиотек. Дело в том, что у многих библиотек нет документации. И разобраться в них можно только посмотрев и внимательно почитав код. Давайте же посмотрим, как можно изучать библиотеки на Common Lisp. Для начала давайте вспомним, что такое библиотека. Как правило, библиотекой считается некая ASDF-система. Но при этом библиотека может включать в себя один или несколько пэкэджей. О том, в чем разница между пэкэджами и ASDF-системами, я рассказывал в одном из роликов. Смотрите, ссылка на него появится сейчас в этом углу экрана. А также она будет внизу в описании. Сейчас нам важно знать только то, что, как правило, когда мы загружаем какую-то библиотеку, она создает один или больше пакетов. Пакет — это пространство имен для функций, макросов и всего остального кода библиотеки. Давайте посмотрим на то, как это работает на примере одной из моих библиотек, для которой как раз пока не особо густо с документацией. Это библиотека для создания Telegram-ботов. Она называется SEL Telegram Board. Для начала я создам пустой проект и настрою в нем Клод. Клод мне нужен для того, чтобы все зависимости, которые я буду устанавливать, устанавливались локально в эту папку TMP-бот и не засоряли мне основную систему. Про Клод я также рассказывал в одном из видео. Вот на него ссылочка. Смотрите, там очень интересно. А сейчас давайте запустим и Max, и Common Lisp Ripple. Вот у нас есть Ripple. Попробую загрузить свою библиотеку. QuickLisp скачивает все зависимости. Сначала он их скачивает, а потом он начнет загружать библиотеки. И вот обратите внимание, когда QuickLisp клиент загружает библиотеки, он здесь не только точки рисует, но еще иногда пишет пэккедж и название пакета. Из этого вывода можно понять, какие пакеты были созданы загруженными системами. Почему это важно, увидите чуть позже, когда мы будем искать символы внутри библиотеки. Например, вот в этом выводе я вижу, что библиотека CL Telegram Bot определяет несколько пэккеджей. Это CL Telegram Bot Message, CL Telegram Bot Update, Core, ну и еще какие-то. К сожалению, если вы загрузили один раз библиотеку, а потом, например, перезапустили Emacs или Lisp, то QuickLisp уже больше не выведет вам название этих пакетов. Чтобы это продемонстрировать, я перезапущу Ripple, перезапущу Lisp и покажу, как Lisp загрузит эту библиотеку еще раз. В этот раз он просто загружает закэшированные файлы и не выводит никаких имен пэккеджей. Что же делать в таком случае, если у вас библиотека уже в кэше? Как понять, какие пакеты она определяет? Я сделал для вас простенький код, который позволяет посмотреть, какие пакеты были созданы в результате загрузки системы. Вот он. Вот такой простой код. Он сначала получает и сохраняет список всех пакетов, затем загружает систему, потом снова получает список пакетов и строит из них DIF, после чего сортирует результаты по имени пакета. Давайте перезапустим Ripple и попробуем применить этот код. Перезапускаем. Вставляем код. Загружаем и получаем список пакетов. К сожалению, тут список вообще всех пакетов, включая пакеты, которые создались системами, от которых зависит CL Telegram Bot. Но для наших нужд мы вполне можем использовать этот код, чтобы понять, какие из пакетов загружает CL Telegram Bot. Вот они все. Почему это важно? Сейчас мы попробуем с помощью автокомплита посмотреть, какие есть символы внутри этих пакетов. Предполагаем, что у нас документации нет, и мы просто хотим посмотреть, а что вообще доступно внутри этой библиотеки. Поэтому идем в Ripple, пишем здесь CL Telegram Bot, и дальше можно поставить двоеточие и с помощью фазекомплита поискать, например, слово Bot. И тут видно в выводе автокомплита, что внутри библиотеки есть какой-то макрос, вот справа в колонке автокомплит. Слай показывает мне тип объекта, тип кода, который привязан к символу. Вот есть символ DevBot, и это макрос. А есть символ просто Bot внутри пакеджа Telegram Bot. И это класс какой-то. Также есть макрос DevBot в другом пакете. Скорее всего, это один и тот же символ, просто он проимпортирован из одного пакета в другой, для того, чтобы можно было использовать более короткое имя пакета. И вот таким образом, с помощью фазекомплита, я обычно смотрю, какой функционал есть в библиотеке. Например, если мне нужен поиск, я могу тут написать sure are, но ничего про поиск не находится. Можно также с помощью автокомплита искать по всем внутренним символам библиотеки. Для этого достаточно два двоеточия поставить, и тогда слай будет искать вообще все символы, не только те, которые проэкспортированы. Например, что-нибудь create new sticker set. Смотрите, этот символ, кажется, даже не проэкспортирован. Что-то связанное со стикерами. А нет, он проэкспортированный тоже находится. Ну, в общем, надеюсь, суть вы поняли. Ставим двоеточие и пользуемся автокомплитом. Например, make... Что тут можно сделать? Сделать какой-то запрос, создать сообщение, обновление, создать кейворд. Что такое make-кейворд? Это какой-то хелпер. Кстати, я немного забежал вперед. Сейчас будем смотреть, как находить исходники, привязанные к символу. Обычно это может быть либо какой-то класс, либо функция, может быть, generic функция или метод. Давайте вернемся к определению, которое я нашел до этого. DevBot. Это макрос, который что-то, видимо, определяет. В CommonLisp обычно, если макрос начинается с dev или define, это значит макрос, который определяет что-либо. И вот, найдя этот символ, мы можем дать и максу команду, которая обычно привязана к клавиатурному сочетанию option, точка, по крайней мере, у меня на маке так. Иногда это бывает другое сочетание, но, как правило, это одна из функциональных клавиш и точка. И вот мы попали на определение макроса DevBot. Вот такой макрос. Тут видно его шаблон. Он раскрывается в DevClass и функцию для создания объекта. Точно так же можно переходить дальше вглубь и смотреть, что из себя представляют какие-то куски кода, которые вам показались интересными. Кнопка option, запятая, у меня возвращает редактор назад. То есть вперед я нажимаю option точка, дальше иду еще глубже и обратно возвращаюсь в option назад. Вот я вернулся в REPL. Давайте теперь посмотрим класс. DevBot создает новый класс, который наследуется от класса bot. Я на слове bot могу нажать опять command точка и попаду на описание этого класса. Вот оно. Также подробности про класс можно посмотреть с помощью инспектора. Я про инспектор немного рассказывал в видео с обзором восьми разных IDE про CommonLisp. Если не видели еще, вот ссылка. Обязательно посмотрите. Очень интересное видео, которое показывает, как программировать на CommonLisp не в Емаксе, а в разных других средах, таких как Vim, VS Code и даже IntelliJ IDEA. Но вернемся к нашему DevBot и классу bot. Для того, чтобы посмотреть описание символа в инспекторе, я жму другое клавиатурное сочетание Ctrl-C, Shift-I. Оно внизу показывает предложение слоя о том, что мы хотим инспектить. Для того, чтобы заинспектить именно символ, а не переменную, нужно поставить апостроф, как бы заэкранировав слово. И тогда откроется инспектор, и он покажет, что это символ, его название, основной пакет, в котором этот символ определен. А также он покажет класс, если к этому символу привязан класс. Мы можем нажать тут Enter и посмотреть описание класса. Что интересного в описании класса? Тут интересного те классы, от которых унаследован bot. В данном случае это просто стандартный класс StandardObject. Еще тут видны разные методы, которые определены для этого класса. Эти методы используют класс в качестве специалайзера. Например, вот есть метод, который использует бот в качестве третьего параметра. Но это какой-то геттер, не очень интересно. Вот, например, метод PrintObject определен для бота. Или InitializeInstance. Также какие-то методы для получения апдейтов. Теперь давайте найдем какой-нибудь Generic функцию и посмотрим, что можно увидеть, когда мы пытаемся перейти на ее код. Я открою пакет Core. Да, кстати, тут-то я знаю, как устроены исходники, но, предположим, я не знаю, как устроены исходники и где определен пакет Core. Вернемся в REPL. Сейчас покажу, как это сделать. Вот у нас есть REPL. Пишем CL Telegram Bot Slash Core и дальше любой символ из этого пакета. Например, OnMessage. Тут видно в автокомплите, видно, что это какая-то generic функция. Как раз сейчас мы на ней и посмотрим, куда нас приведет нажатие Option . В случае, когда мы нажимаем Option . на generic функции, слай показывает нам саму generic функцию и все ее методы. В данном случае у меня один метод и в зависимости от того, что вы выберете, вы можете попасть на разные файлы. Давайте воспользуемся тем обрывком документации, который есть в Redmi, создадим нового бота и определим для него новый метод onMessage. Я покажу вам, как он появится в этом списке. Определим самого бота. Теперь добавим метод. Кстати, в чате меня спрашивали о том, почему не работает onMessage, когда мы его добавляем. Смотрите, я его добавил. Во-первых, компилятор мне вывел сообщение о том, что он не знает каких-то функций, в частности reply. Это подозрительно должно быть. Но теперь если мы посмотрим на этот символ в инспекторе, то мы увидим, что этот символ в пакете CommonLispUser. Для того, чтобы метод работал корректно, нужно использовать тот же самый символ, к которому привязана generic функция. потому что сейчас мы определили новую generic функцию. Вот она. Если мы перейдем на этот объект, то увидим, что у нее всего один метод. То есть получается, что вот этим определением devmethod мы создали новую generic функцию onMessage. Смотрите, автокомплит показывает нам, что это generic функция. если мы попробуем перейти на ее определение, то увидим, что у нас к ней не привязан никакой файл, потому что мы ее определили просто в репли. А вот если мы возьмем onMessage из sel telegram bot, то здесь слайд покажет, что эта функция определена в файле message lisp и у нее есть один метод. Так что мы сделали какую-то ерунду, когда определили метод вот так. Нужно для него указать полное имя пакета. Вот таким образом. И кроме того, функция reply тоже определена где-то в cl telegram боте. Я пишу cl telegram бот и что хорошо в слайд это то, что там есть фазе complete, который подсказывает даже по нескольким символам разные варианты. Мне достаточно нажать enter, чтобы подставилось правильное название символа. Вот теперь определение этого метода правильное. Мы добавили новый метод к боту. Попробуем снова с помощью option точки перейти на этот символ. Теперь слайд показывает, что у generic функции onMessage есть два метода. Первый метод, который общий, он специализируется на самом общем классе T. И второй метод, специализированный для нашего эхо-бота. Но предположим, что мы ошибочно определили этот метод и не хотим, чтобы лист про него знал. Что же делать в таком случае? Самый простой способ, который наверняка придет в голову новичку, это перезагрузить, перезапустить REPL. Но это приведет к тому, что вы потеряете все состояние лист образа и, возможно, какие-то штуки в нем придется делать заново. Common List предлагает гораздо более простой способ решить эту проблему. Сейчас мы уберем этот лишний метод onMessage. Откроем символ в инспекторе. Вот наш инспектор. Мы видим, что к символу привязана функция, и это generic функция. Переходим на объект generic функции. И тут видно все методы, которые у generic функции есть. Вот видите, вот здесь наш метод для эхо бота. И есть кнопочка remove метод. Таким образом мы можем взять и отменить изменения, которые сделали в репле, удалив метод, который нам больше не нужен. И лисп не будет его вызывать. Может быть это не очень наглядно, давайте сделаем более наглядный пример. Допустим, определим класс просто пустой класс фу. И теперь если мы сделаем объект этого класса, то объект печатается вот так вот некрасиво. Давайте определим метод printObject, который будет выводить красиво описание объекта. тут не надо указывать имя пакета, потому что мы определяем метод для generic функции, которая есть в пакете самого common lisp, а он в нашем seluser уже присутствует. Пишем, что мы определяем этот метод для фу, писать будем в stream и тут просто сделаем такую штуку. Понятно, что в настоящем коде такие printObject методы делать не надо, это просто пример для наглядности. Я определил этот метод, снова создадим instanceFoo и теперь он печатается по-новому. Но что если нам больше не нужен этот printObject? Тогда мы можем его отменить, как я уже показывал. Идем на символ, с него переходим на generic функцию, вот сюда жму Enter, и тут видно много-много разных методов для generic функции printObject. объект. по крайней мере для SBCL это так, последние добавленные методы показываются сверху, и это удобно, потому что мы только что добавили printObject для класса Foo, теперь мы можем взять и удалить этот метод. Посмотрим, что будет с нашим объектом. Я его даже не буду создавать с помощью MakeInstance, я просто обращусь к тому же самому объекту с помощью символа звездочка. В репле у CommonLispa звездочка обычно ссылается на результаты предыдущей формы. И вот теперь объект снова отображается в стандартом виде. Ну и напоследок хочу немного показать, как отлаживать макросы, а именно их раскрытие. Про это я тоже говорил в том самом ролике про 8 разных IDE для CommonLispa. Там я показывал способы, которым работает раскрытие макросов в разных IDE. Сейчас покажу опять, как это работает в Emax и Sly. Возьмем наш макрос DevBot. На самом деле DevBot это не функция макрос. Мы можем взять и раскрыть его. Для этого я нажимаю комбинацию Ctrl-C Enter появляется второе окно, в котором раскрыт макрос. Здесь видно, что макрос раскрывается в две топ-левел формы DevClass, который определяет класс бота, и еще функцию Constructor, который этого бота создает. Внутри не происходит ничего необычного, она создает Instance бота, задает ему токен и также передает в Make Instance дополнительные аргументы, если они есть. Тут также можно пользоваться Option . Например, если я захочу перейти на токен, то я увижу, что это слот внутри объекта bot. Или я могу попробовать раскрыть макрос еще раз. Скажем, посмотреть, во что раскроется макрос DevClass. Я нажимаю Ctrl-C Enter и у меня тут же по месту раскрывается DevClass и я вижу наглядно, что за код будет в результате отправлен в компилятор. По-моему, это довольно удобная штука, только учтите, что если макрос написан неправильно, то попытка его раскрыть приведет к тому, что выскочит отладчик. Например, я вот вернусь в Repel и укажу неправильные аргументы для DevBot. Внизу мне слайп отсказывает, что DevBot вызывается с одним аргументом, а я возьму и напишу здесь второй. Попробую раскрыть макрос снова. И тут уже вызывается отладчик. Это, кстати, тоже очень удобно, потому что таким образом написав макрос вы можете тут же его потестировать. Более того, вы увидите, если ваш макрос использует какие-то утилити-функции, вы увидите, в каком месте они упали. Можете точно так же, как с любым другим Lisp-кодом, посмотреть локальные переменные лисп-кодом. И разобраться, в чем ошибка. Так что фишка макросов в Lisp в том, что они написаны на самом Lisp и работать с ними в плане отладки можно почти так же, как с любым другим Lisp-кодом. Ну, а на этом у меня все. С вами был Александр Артеменко. Подписывайтесь на канал IT-муравейник, ставьте лайкусики, приводите своих друзей не лисперов, они нам очень нужны, чтобы растить сообщество. Ну, все, пока. Всем Лиспа в ваши сердца.